Всем привет! Мы находимся на первом этапе чемпионата Татарстана по трековым гонкам. И там еще что-то там и что-то там. В общем, давайте посмотрим, что здесь происходит вокруг трека. Погнали! Дорогие друзья, внимание! К нам даже прилетел вертолет! Я просто никогда в жизни не видела вертолетов. Давайте посмотрим поближе. Надо сейчас открыть капот у какой-нибудь тачки, украсть там что-нибудь и сдать на металлолом. Мне говорили, что это очень прибыльное занятие. Это вызовет подозрения, поэтому не нанимай на это дело идиотов. А еще мне говорили, что автоспорт это очень дорогая вещь. Самое, говорит, дорогое на земле. Это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить. Они-то себе еще купят что-нибудь, а мне за учебу платить долго перевесить. Оп-оп-оп, ничего не загорается и ничего не горит. Хопа! Аккумулятор-то... Все нормально, они поболтали. Там дружба, поддержка, любовь. Все здесь есть, короче. Раскройте секрет, как вы не мерзнете? Раскройте секрет, как вы не мерзнете? Сейчас у нас за группу комбинаций выйдет такие. Погнали. А в чем секрет того, что вы не мерзнете? Ну, я двигаюсь, закаляюсь иногда, плаваю на Голубом озере. Я бы даже сказал, пи***ь! Какие эмоции у вас? Эмоции? Хочу самому попробовать прокатиться. А вы сами за рулем? Да. Вы не гоняете так? Нет. Нет, а почему? Нельзя так. Ты рэпер, да? Как тебя зовут? Валентин. Йоу, Валентин. Давай, Валентин. Давай придумаем, запишем вместе трек, короче. Любой, боль, снег, мороз, кровь. У нас своя компания, мы очень больше здоровы, друзья. Негр у нас в компании есть. Негр даже есть. А вы его как, вы его насильно привели? Нет, он сам пришел, ему очень нравится. Вы в него паспорт не забирали? Может, вы ему надоедите? Нет, мы будем сочетать. Я, да. Можете ответить на пару вопросов? Нет. На пару вопросов можете ответить? Нет, зуб болит. А, зуб болит. Поздравливайте. Здравствуйте. Кто для вас сегодня фаворит? Наверное, Дмитрий Брагин. Мы так думаем. Почему? Ну, не знаю. Он хорошо участвует на протяжении всех сезонов и летом, и сейчас. И эти два заезда показывают, что он очень уверенно ведет себя. А вы вчера были здесь? Нет, вчера, к сожалению, не был. Ой, плохо очень, чтобы вчера не был. То есть, вчера здесь такое было? Столько много машин было, столько зрителей. Я просто в шоке была. Я думала, у кого же брать интервью? Просто очень море людей. Представляете, даже вот здесь стояли. На снегу люди стоят и мерзнут. Ужас какой-то. Нет, нет, нет. Мы не были. Мы работали. Вы просто такое шоу пропустили. А вечером здесь был фейерверк. Да. Да. А какие эмоции у вас вообще, когда вы смотрите? Ну, не знаю. Какой-то адреналин, какое-то сопереживание, какая-то радость за пилотов, что они и мерзнут. Мне кажется, вас обманывают. Они не мерзнут. У них же должна быть печка в машине. Ну, наверное, я думаю. Мерзнем только мы? Да. Мне кажется, нет. Но они же легко одеты. Я думаю, все-таки мерзнут. Но или их подогревает борьба. И наши, наверное, сопереживания. И наши любовь. Да. К ним. Да. К их ним победам. Ты очень любишь машинки, да? Да. Поэтому ты сюда пришел? Да. А ты будешь нарушать правила дорожного движения? Нет. А на какой свет надо переходить? На зеленый. Смотри. Держи тюклер. Пойдем. Чувствуешь, что рожь в коленках? Тебя Тимур зовут, да? Да. Ты, как 17-летний молодой человек, должен знать формулу дискриминанта. На ядрить твою математика. Ну давай. B квадрат минус 4 отца. Я к он еще вопросом подготовился. А, а че? К математическим. А ты в каком классе учишься? В 11-м. В 11-м? Я пытался быть серьезным. B квадрат. Это же... Расскажу подожди. Умножить на 4. Нет, или плюс 4. B квадрат минус 4 отца. Да, минус 4 отца. Спасибо тебе. И удачи на гонках. Ты там аккуратнее будешь. Там голову береги в тепле. Счастья тебе, здоровья. Удачи своим близким, родным. Вот ты молодец такой. Давай кулачок. Давай, братан, пока. Блин, чувак, слушай, я не совсем тупая. Вот смотри, дважды 2, 4, дважды 3, 6, дважды 4, 8, дважды... Остановитесь! Я эгонизовала. Можете рассказать про устройство автомобиля? Нет, пока ничего не. Пока, привет, вообще. Да. Это все ерунда! А, 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 а! А, 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 а! Робот, 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 я тебя люблю, мы так хотели. Робот, 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 я тебя включу и полетели. Кубок не тяжелый? Ну, я бы сказал, нелегкий. Нелегко он дался сегодня. Да, а это настоящее золото? Нет, это настоящее бронза, практически. Вот это поворот! Бронза? Да. А ломбард принимает? Ну, мы никогда не ходили еще покатывать, фу. Как вообще впечатление после вот этого все действия? То, что я буду сегодня участвовать, я вчера только после последнего заезда, ну, как бы узнал. Когда Раис Нургалевич сказал, вот машина целая, можешь проехаться, ну, можешь участвовать, так как народу мало было. Все отлично, гонка прошла успешно. Мы не попали на подиум, заняли, по-моему, пятое место. В первом заезде был технический, наверное, завал в первом повороте с Тарцом, потому что все, скажем так, сгоряча полетели на бал. И одна машина до Гошкова улетела, до сугробы, ее развернуло, и в итоге все влетели, скажем так, в одну кучу. Заглохла машина, я потерял очки принца Баранка. Комментарий Тимур Тимирзянов, который сейчас был, относится к первому заезду, когда он зашел и получил Баранку. Дальше гонка шла достаточно успешно, выиграл несколько заездов. В одном заезде была техническая причинка, техническая поломка, я ехал первым, доехал третьим. Потерял очки, отдал ребятам, можно сказать, второе место, а где-то, может быть, и первое, поэтому, кто и знает, борьба прозорно бороться на следующем этапе в Челнах. На следующий день все, гонка закончена. Ты долго учил этот текст? Нет. Нет, быстро? Ты уже сразу в машине его написал? Нет. Блин, что надо говорить? Мне заранее было все готово. Гонка понравилась, много обгонов, много интересной борьбы. Но очки ты уже не будешь отдавать, да? Нет, 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 все, это уже отдал. Как дела? Отлично. Спасибо. Мы победили и в личном, и в командном зачете, так что все сложилось лучшим образом для нас. А это что такое? Масло. А зачем оно? На нем тебе картошку жарить можно? Как вариант, можем попробовать. В следующий раз мы будем готовить картошку на масле. Равиноил. И всех угощать этой картошкой. Не знаю, как всех, но соперников можно попробовать. А вы хороший человек. Спасибо. Спасибо. Чего вы рыжете? По последним данным, вертолет объявил о своем участии в следующих гонках. А следующие у нас гонки когда? Все верно, 17 февраля в набережной в Челнах. Идем на поиски Салавата. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...